Даже те, кто приехал в рождественский день в гостиной Дом Дубрава просто покататься на санках, поняли, сегодня детские забавы отменяются. Настало время проявить себя. На ресталище вышли настоящие рыцари, пусть даже и не у всех были доспехи. Бои были организованы клубом исторического фехтования «Ардакон», но и испытать свои силы могли все желающие. Конечно же, никто неопытным бойцам не давал настоящие стальные мячи, но и гоммунизированное тренировочное оружие бьет неслабо, если вовремя не защититься от ударов. В общем, хочешь выиграть, умей бить и защищаться. Бойцы готовы? Бой! Все, стоп, бой! Поначалу зрители не очень хотели выходить на ресталище. Оно и понятно. Неизвестно, что за соперник выйдет против тебя, но уже через пару боев от желающих подраться на гоммунизированном оружии не было отбоя. На поле боя выходил и известный в городе юморист Михаил Баленко. И маленькие девочки, и малыши. И даже их мамы. Но, конечно, все ждали боев с участием профессиональных бойцов. Некоторые ребята из клуба Ордакон тоже сегодня впервые дрались на настоящих стальных клинках. Но звон металла распалял их, и каждый рыцарь стремился к победе. В этом бою со счетом 28-19 побеждает Игорь Демин. Титульный поединок проходил в формате 3 раунда по 2 минуты по профессиональным правилам, которые более жесткие, чем спортивные. В этом бое на ресталище вышли Тимур Абзалдинов из Балакова и Святослав Вершинин из Саратовского клуба «Боярд». Наш спортсмен во второй раз вышел на бой по профессиональным правилам, а вот его соперник сюда более опытный. Тимур Абзалдинов из Саратовского клуба «Боярд» В итоге в титульном бою ребята выложились на все 100%, и на протяжении трех заявленных раундов было неясно, кто же победит, напористый Балаковец или опытный Саратовец. Не раз соперники выходили из-за ограждения, не раз оказывались на земле. Но волю к победе никто из них не терял до последнего, и на этот раз победа осталась на стороне гостей из Саратова. Святослав Вершинин также стал обладателем специального приза от нашего телеканала. Так совпало, что оба бойца сегодня в западном комплекте. Мы хотели бы подарить реконструкционный ремень из кафы, изготовленный Астраханской мастерской. Поздравляем вас! Спасибо большое! У всех, кто приехал в этот день в Дубраву поддержать бойцов или испытать себя в роли рыцаря, после турнира остались самые яркие впечатления. Все желающие сфотографировались с участниками титульного боя. Мероприятие получилось интересным, поэтому если вы увидите в какой-нибудь афише, что планируется турнир по историческому фехтованию, обязательно посетите очередное мероприятие. Не пожалеете! Продолжение следует...